давайте подведем итоги ролика перехват управления реальное кино разговоры с нашими детьми который вышел 15 августа девятнадцатого года и который вызвал бурю комментариев то есть бурю комментариев вызывает и другие ролики но этот он достаточно интересный я хочу остановиться на вот этом вот комментарий который на я подгаянная записала потому что он мне кажется системным и концептуальным то есть весь вопрос в том насколько я проповедую правильной модели поведения правильную давайте зачитаем но я подгай на один час назад фильм оставил неприятный осадок разговор матери с дочерью больше похож на базар девицы с подворотнем ну на самом деле я проповедую отношения между матерью и дочерью чтобы это были подруги иначе иногда возникают ситуации крайне неразрешимые да и родители должны дружить со своими детьми поэтому тут упрекая я понимаю что это упрек но я не могу понять причины а на что должен был быть похож разговор матери с дочерью что такое базар девиц из подворотни ранее я полагала дальше идет принципиальная вещь что вы дмитрий будете не только озвучивать проблему но и показывать способ ее решения причем в культурном русле тут культура и мимо не проходила но в данном случае доказательства что такое культура почему именно в этом случае культура не проходила и собственно говоря а как вы думаете а какую проблему я в этом ролике озвучил вот это вот принципиальный вопрос какая проблема вы думаете проблема курения и только не совсем насколько мне понравились фильмы с диалогами отца и сына настолько не понравился данный фильм думаю в жизни героини намного более приятные люди чем показаны здесь ну получается что эти люди вам неприятны ну а аргументы ну просто неприятно это оценочное осуждение которое но даже обосновать не получается кстати хочу сказать что очень многих комментаторов не хватает навыков развития речи для того чтобы внятно обосновать свою позицию здесь нет позиции здесь есть неприятный осадок некультурно и неприятные люди вот все три аргумента больше ничего нет а ну еще и разговор похож на базар девиц из подворотни и тоже это ну на самом деле это настолько неопределенный образ ну базар ну да разговор а все разговоры они тоже похожи на базары девицы из подворотни что такое девицы из подворотни ну то есть на самом деле я бы попросил на его подгайную обосновать и детализировать свою позицию если она есть а если ее нет то я тогда обосную позицию свою а моя позиция заключается в том что если нарисовать на графике ось x и ось y и в положительную сторону оси x например правильные модели поведения а в отрицательную неправильные или некультурные модели поведения да а положительная y это высокая способность устанавливать правила а вниз это низкая способность устанавливать правила и расставить всех участников процесса которых мы в этом ролике увидели а это мама это дочь это подруга ленка и это кости которые развращают по другую и ну как бы соблазняет ее курением и пьянство и взять и расставить по способности устанавливать правила и по культуре по моделям поведения то тут возникает очень интересный вопрос а каким образом вести разговоры с дочерью для того чтобы поддержать ее стремление сберечь подругу от деградаций и в принципе в этом ролике всего лишь на все заложен легкий алгоритм который звучит следующим образом если у костика более высокая способность устанавливать правила он находится вне культурной области моделей поведения то соответственно сам бог велел нужно понизить его способность устанавливать правила и фраза мамы что если костик лох то все должны узнать что он лох что эта фраза означает это не прямое оскорбление костика это понижение его способности устанавливать правила Которая сказана в кулуарах Я расскажу, зачем это надо Немножко позже Второе Нужно найти свою способность Устанавливать правила Предположим, дочь находится вот в этом месте И ее способность вот такая Она оказалась ниже Костика Соответственно, нужно ввести третьего Мнение которого будет более авторитетно Чем у Костика И обосновать, что позиция этого третьего С мнением главной героини Схожей и таким образом усилить Способность устанавливать правила Нашей героини И третье Это усилить способность устанавливать правила Нашей героини при помощи канала на ютубе Там просто автоматически усиливается Способность устанавливать правила Независимо, даже если человек немой И не может не только обосновать свою позицию Не может связать двух слов Собственно говоря, об этом и был этот фильм Хочу обратить внимание Что многих людей он высадил Все хотели увидеть там какую-то лубочную картинку За все хорошее против всего плохого Совершенно забывая Что всех наших детей В промышленных масштабах Вот такими вот хитрыми скриптами Развращают люди Типа Данилы Поперечного Куча блогеров Которые матерятся, как я не знаю И против них вы не высказываете ничего А как только Я попытался вместе с родителями Дать легкий инструментарий На подумать, как себя вести в таких ситуациях Вы вдруг забили панику Как это страшно некультурно Это не некультурно Это просто по-разному оценивается добро и зло И по-разному оценивается меч-кладенец Который сражается за добро против зла Такое мое мнение Я в данном случае говорю энергично Потому что я ждал такого комментария Я на самом деле понимал Какой ролик я вбрасываю Какие темы для обсуждения я предлагаю И я понимаю, что очень многие люди В этих сферах вообще не вращались Они не понимают, что такое скрипты Они не понимают, что такое оперативная расстановка Они не понимают, как вести разговоры с детьми Чтобы дружить с детьми Многие люди Хотят лубочной картины Чтобы все было Молочные реки с кисельными берегами И все должно быть очень стерильно Очень правильно А в жизни так не бывает Жизнь намного более сложная штука И она требует усилий со стороны взрослых Вы думаете, маме легко так себя вести? Она бы по первому стремлению По первой эмоции Она бы, конечно, начала говорить Что не встречайся с этими детьми Не дружи Она бы сделала простые, примитивные Первобытно-общинные действия И проиграла бы А здесь Показано начало победы Попробуйте уловить разницу